Друзья мои, приветствую! Сегодня у нас суббота и, как обещал, мы с вами пообщаемся сегодня в виде ответов на вопросы, которые вы задаете в комментариях под роликами на YouTube. К сегодняшнему видео я отобрал 5 вопросов и, коротко, экономя ваше время, я сейчас на них отвечу. Первый вопрос от Андрея Черногорова. Новый инструмент. Что за гитара? Спрашивает Андрей. Действительно, я сейчас играю на гитаре. Это испанская гитара Admiro, модель Ирены. Вот такая вот гитара. Она матовая. Мне нравится. Следующий вопрос от Искандера. Стоит ли ноты удерживать где-то технически возможно? Чем они записаны, чтобы гарантированно избавиться от падения объемности звучания? Этот вопрос Андрей задает под видео, где я говорил о том, что по возможности лучше удерживать басовые ноты во время исполнения той или иной композиции, для того, чтобы мелодия не потеряла своего объема. На самом деле я рекомендую не только басовые ноты удерживать, но и любую ноту, которую есть возможность продержать. Как можно дольше держите ноты. Если есть возможность не снимать пальца со струн, держите пальцы для того, чтобы звучание было намного более богатым. Как узнать, сколько держать ноту? Обращайте вам внимание на длительности. Целые ноты тянуть нужно держать как можно дольше, половинные в два раза короче, четвертные, восьмые и так далее. Тут уже хотя бы минимальные нужны теоретические знания основ сольфеджио. Третий вопрос от Ольги Ивановой. «Александр, пожалуйста, уделите внимание правой руке. Плохо видно, каким пальцем дергать, щипать. Есть ли определенные последовательности или дергать, как удобно?» На самом деле я рекомендую, каким образом щипать струны. Большим пальцем правой руки щипать шестую, пятую и четвертые струны. В подавляющем большинстве случаев это работает. Эти струны отличаются от остальных нейлоновых тем, что на них есть металлическая обмотка. Например, третью, вторую и первую струны щипать в такой последовательности. По третьей струне указательным пальцем, по возможности, по второй струне средним пальцем, по первой струне безымянным пальцем. Но это работает не всегда. В арпеджио – да. Как быть в тех случаях, когда вам нужно по одной и той же струне щипнуть сразу несколько нот подряд? Вот здесь ни в коем случае нельзя щипать одним и тем же пальцем. Чередуйте пальцы указательным со средним или средний с безымянным, но ни в коем случае не щипайте подряд несколько нот одним и тем же пальцем. И еще я заметил, попутно отмечу, что у некоторых есть привычка или, например, мизинцем поддерживать гитару таким вот образом, или опираться ладошкой вот в этой части, чтобы гитара не уплывала в сторону. Тоже старайтесь избегать похожих ситуаций. Лучше, чтобы рука находилась свободно, просто придерживайте локтем и слегка левой рукой. Тогда технически будет легче исполнять разные композиции. Двигаемся дальше. Четвертый вопрос от Александра Петренко. Расскажите, пожалуйста, как быть с акустической гитарой. Там ведь нужно сильнее прижимать пальцы, которые реально устают. Возможно, нужно сделать акцент на большой палец. Возможно, запишите, пожалуйста, видео, как большой палец ставить. Спасибо. Отвечаю. Александр, вы, видимо, спрашиваете про такой инструмент, который я держу сейчас в руках. Это действительно акустическая гитара эстрадная. Но тот инструмент, который я только что держал в руках, тоже акустическая гитара. Только классическая. Разница в том, что у классической гитары более широкий гриф и нейлоновые струны. Здесь же у нас с вами зауженный гриф и металлические струны. Они более звонко звучат. И под них проще, может быть, исполнять композиции вокального жанра или аккомпанировать на этой гитаре. Тоже здорово, потому что она более звучит ярко, насыщенно, красочно и, я бы даже сказал, глянцево. Но сейчас, благодаря различным техническим средствам, в принципе, и классические гитары с нейлоновыми струнами тоже не теряют ничуть в плане громкости. Единственное, что колорит немножечко отличается. Вы не уточнили по поводу большого пальца. На какой руки вы спрашиваете, правой или левой руки? В правой руке я особо большой разницы не вижу. Относительно левой руки, чтобы я рекомендовал, просто-напросто старайтесь слишком сильно, чтобы большой палец у вас не выглядывал над грифом гитары. Потому что вы немножечко усложните себе задачу в плане перепрыгивания с позиции на позицию. А так, держите так, как вам удобно. Главное, чтобы ладошка сильно не прижималась к шейке грифа гитары. И немножечко у вас было здесь место для амортизации, когда вы играете на гитаре и от одного аккорда прыгаете к другому аккорду. И последний, пятый вопрос от Topline. Вопрос следующий. Посоветуйте, стоит ли покупать гитару Yamaha SD60S? Вы, видимо, перепутали с Fender, моделью SD60S. Часто эту модель сравнивают с гитарой Yamaha FG800. Я на самом деле не вижу большой разницы в том, чтобы брать такой инструмент или такой инструмент. Потому что для занятий в любом случае будет хороша и та, и другая гитара. Главное, чтобы гитара была. Потому что если нет гитары, вы не сможете заниматься. В плане звучания тут уже на вкус и цвет, как говорят, приятелей нет. И иногда бывает, что инструменты из более простой категории и подешевле в плане ценовой политики, звучат лучше и комфортнее сидят в руках, чем инструменты более дорогие. Я даже играю, у меня есть гитара размером 3 четверти. Для детей она замечательно вообще, учиться очень удобно. И она звучит намного качественнее, чем некоторые дорогие гитары на 4 четверти. Так что здесь, как попадете с инструментом, перед тем, как покупать, обязательно щупайте, поиграйте на ней и потом уже принимайте решение. Берите любую, главное, чтобы вам инструмент нравился. Благодарю еще раз всех за вопросы. Всего доброго, хороших выходных. Пока-пока, до понедельника.